Кажется, LG в этом году открыли рецепт отличного смартфона среднего класса. Нужно взять флагманский дизайн, снабдить девайс адекватным железом и установить на него приятную цену. Именно по такому принципу был создан LG G3S, он же BIT. С вами Дмитрий Луценко и проект Ferrum.com, давайте познакомимся с ним поближе. Внешне смартфон до мелочей похож на своего старшего брата. Это касается и кнопок на тыльной панели, и шершавого псевдошлифованного покрытия, и вставки с концентрическими насечками спереди. Уменьшенная версия смартфона сохранила присущий флагману неординарный узнаваемый дизайн и харизму. Девайс выглядит так же круто и эффектно, как его наставник. Расположение элементов управления, а также аналогично G3. Спереди находится дисплей, прикрытый довольно твердым безымянным стеклом, разговорный динамик, индикатор пропущенных событий, датчик приближения и весьма посредственная фронтальная камера. Слева и справа пусто. На верхнем торце есть дополнительный микрофон и инфракрасный порт для управления техникой. Наличие последнего в смартфоне среднего класса радует как никогда. Снизу живет основной микрофон, порт microUSB и гнездо миниджек. На тыльной панели расположена камера, инфракрасный датчик фокусировки, вспышка, кнопка питания, клавиши регулировки громкости и довольно громкий динамик. Под крышкой помимо аккумулятора находятся слоты для двух карточек microSIM и одной карты microSD. Никаких сюрпризов здесь нет. Качество исполнения, точность подгонки и сборку серийных образцов можно назвать очень хорошими. Габариты устройства составляют 137,7х69,6х10,3 мм при массе 134 грамма. Помимо цвета Metallic Black в продаже также доступны смартфоны расцветок Shine Gold и Silk White. С точки зрения юзабельности смартфон весьма неплох. В руке он лежит хорошо, до кнопок дотянуться вообще не проблема, ведь они были легко доступны и на полноразмерном G3. Благодаря скругленной форме корпуса в руку смартфон ложится мертвым хватом. За долгое время общения с ним я ни разу не ловил себя на мысли, что едва ли не выронил устройство из рук. Набирать текст одной рукой тоже вполне комфортно, нынешние флагманы по этому параметру существенно проигрывают G3S. Единственный нюанс, который меня опечалил, отсутствие олеофобного покрытия на стекле лицевой панели. Его маркость явно вас не обрадует. Хотя задник, кстати, совсем не пачкается, царапается он тоже неохотно, в отличие от вышеупомянутого старшего брата. Дисплей G3S имеет диагональ 5 дюймов и разрешение 1280 на 720 точек, плотность пикселей 293 ppi. Да, четкость экрана могла бы быть и повыше, но объективно говоря и то, что мы имеем здесь, весьма неплохо выглядит. За все время тестирования жаловаться на разрешение дисплея мне не приходилось. Цветы передачи экрана близка к естественной, смотреть на картинку приятно. Также радуют и углы обзора, изображение практически не меняется, под каким углом на этот экран вы бы не смотрели. Диапазон яркости дисплея относительно широкий, хотя из коробки нижний порог яркости немного завышен. К верхним уже претензий нет, на солнце экран читается хорошо. Датчика освещения в смартфоне нет, поэтому регулировать интенсивность подсветки приходится вручную, а удобно это далеко не всегда. Переходим к железу. Смартфон работает на базе четырехъядерного процессора Qualcomm Snapdragon 400 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Видеоускоритель Adreno 305, оперативной памяти 1 ГБ, встроенной 8, ее без проблем можно расширить картой памяти объемом до 64 ГБ. Работает смартфон не слишком шустро, что как бы и неудивительно, исходя из установленного железа. Синтетика это лишний раз подтверждает, достаточно скромно оценивая производительность. Современные игры тоже работают не на максимальных настройках, хотя тот же Asphalt 8 выглядит весьма аппетитно. Интерфейс и прикладной софт работают хорошо, в 2014 году это уже должно бы стать аксиомой для любого смартфона, но к сожалению, бывают и исключения. Питает гаджет-аккумулятор емкостью 2540 мАч, хватает его на 1,5-2 дня, ярко выраженным нагревом G3s не отличается. Звук смартфона в наушниках я бы охарактеризовал как информативный, довольно чистый и мягкий. Острой необходимости установки вайпера на G3s лично я не наблюдаю. Пару слов о Dual SIM. Смартфон поддерживает работу с двумя симками, но так как радиомодуль у него всего один, то пока вы будете говорить по первой карточке, вторая будет вне сети. Наиболее оптимальным такое решение будет для людей, которым вторая карта нужна исключительно для выхода в интернет. Хотя никто вам не помешает установить во второй слот, к примеру, корпоративную симку, особенно если говорите вы по ней не так часто, как по личной. Камера смартфона снимает фото с максимальным разрешением в 8 мегапикселей или в 6 мегапикселей при соотношении сторон 16 к 9. Интерфейс приложения камеры перенял у родоначальника серии простоту, которая лично мне однозначно пришлась по вкусу. Режимов здесь всего два, панорамы и авто. Настроек тоже раз-два и обчелся. И с моей точки зрения для смартфона это правильное решение, ведь обычно его камерой мы пользуемся в случаях, когда надо что-то сфоткать очень срочно. Крутить настройки в таких ситуациях нет ни времени, ни желания. Хотелось бы отметить, что благодаря наличию инфракрасного датчика фокусировки смартфон одинаково шустро наводит резкость как днем, так и вечером. Качество снимков на выходе напрямую зависит от освещения. В солнечный день фотографии вас скорее всего обрадуют, тогда как в помещении с искусственным светом или в полумраке мы получаем замыленную картинку даже при использовании вспышки. Видео пишется только в 720p и Full HD, никаких новомодных режимов съемки здесь нет. Качество роликов как для нефлагманского смартфона довольно неплохое. Программное составляющее устройства представлено Android 4.4.2. Из того, что перекочевало сюда с флагмана, можно отметить разве что тук-тук, но код, настраивая мою клавиатуру и дизайн оболочки, который по сравнению с предшественниками стал более современным, плоским и эликантным. Множество интересных и полезных фишек, вроде масштабируемого меню многозадачности, двухоконного режима и сервиса умных напоминаний Smart Notice, по пути где-то потерялись и до G3S не дошли. А жаль, некоторых из них мне очень не хватало. В остальном оболочка осталась все такой же приветливой, а учитывая новый флет-дизайн, она должна понравиться многим. Нельзя не отметить и широкие возможности кастомизации, которые позволяют не только настроить состав панели уведомлений, но и, к примеру, изменить вид нижнего бара с кнопками, вплоть до добавления дополнительных клавиш и настройки цветовой схемы. Подведем итог, LG G3S в Украине стоит порядка 290 долларов, тогда как его прямой конкурент от Samsung по имени S5 Mini 460, при том, что имеет аналогичную начинку. Если подойти к вопросу критично, то в девайсе можно найти уйму недостатков, но с оглядкой на цену большинство из придирок теряют свою адекватность. Из того, что останется на ум, приходит только отсутствие олеофобного покрытия на стекле и датчика освещения, которых, к слову, нет и у других смартфонов из этого ценового сегмента. Из позитивных сторон G3S можно отметить дизайн и исполнение корпуса, неплохое, как для класса железа, камеру и дисплей, автономность, звук в наушниках и поддержку двух сим-карт. Как показывает практика, брендовые смартфоны ценой до 300 долларов таким количеством достоинств похвастать зачастую не могут. LG в этом плане является большим исключением, которое явно стоит своих денег. Это было видео на сайте Ferrum.com. Мы ждем ваших пальцев вверх, подписок на канал, а также в гости на нашем сайте и в группах социальных сетей. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok